Сегодня вас ждет насыщенный выпуск с важнейшими новостями Канады. Мы обсудим изменения в иммиграционной политике, экономические тренды, события на рынке труда и многое другое. Оставайтесь с нами до конца, каждая новость может иметь решающее значение для вашего будущего в Канаде. Привет из Канады! Меня зовут Алекс Павленко. Начнем с серьезных изменений в сфере образования. Правительство Канады планирует сократить количество разрешений на учебу для иностранных студентов на 10% в 2025 году. Это означает, что будет выдано около 440 тысяч разрешений, и эта цифра останется неизменной до 2026 года. Конечно, могут все поменять. Министр иммиграции Марк Миллер объяснил это решение необходимостью решения жилищных проблем. Ну, кто еще виноват, как иностранный студент, правильно? Важно отметить, что эти ограничения затронут не только программы бакалавриата, но и постдипломные образования. В частности, аспиранты, которые ранее были освобождены от квот, теперь также будут включены в общее число разрешений на учебу. Это решение вызвало обеспокоенность в академических кругах. Чад Гайфилд, генеральный директор группы U15, представляющий ведущие исследовательские университеты Канады, выразил свое несогласие с этим решением. Существует риск, что исследовательские университеты пострадают от этих мер, что может негативно сказаться на секторах, нуждающихся в высококвалифицированных специалистах. Теперь перейдем к экономическим новостям. Согласно отчету Рея Даллион, Канада демонстрирует устойчивость и умеренные темпы роста. Прогнозируемый реальный рост ВВП в следующие 10 лет составляет 1,2% в год. Хотя это может показаться низким, такой умеренный рост характерен для многих развитых стран. Тем не менее, канадцы сталкиваются с ростом цен на продукты. Около 2-3 жителей сменили свой основной продуктовый магазин в поисках лучших предложений. Правительство рассматривает возможность привлечения международных ритейлеров, таких как Aldi и Lidl, это европейские бренды, для повышения конкуренции. Интересно, что набирают популярность приложения для спасения еды, такие как Flash Food и Too Good To Go, предлагающие уцененные продукты с текающим сроком годности. В сфере бизнеса и экономики стоит отметить продолжающееся разбирательство по делу о предполагаемом сговоре в хлебной отрасли Канады. Компания Maple Leaf Foods выступила с заявлением, в котором отрицает свою причастность к схеме фиксации цен на хлеб. Это заявление было сделано накануне слушания, которое должно решить вопрос о включении компании в текущий коллективный иск. В культурной сфере особое внимание привлек ежегодный украинский фестиваль, прошедший в Carton Place недалеко от Оттавы. Это яркое событие объединило сотню людей, а может быть и тысячи, которые пришли погрузиться в атмосферу национального единства и богатого культурного наследия Украины. Фестиваль предложил бы гостям насыщенную программу, включая традиционные украинские танцы, мастер-классы по народным ремеслам и дегустацию национальных блюд. Настоящим сюрпризом для гостей стало выступление молодежной группы брейк-дансеров. Их энергичное шоу, сочетающее элементы традиционной украинской культуры и современного танца, вызвало бурю оваций среди зрителей. Это факт. Важная новость для тех, кто следит за политической ситуацией. Либеральная партия Канады потерпела неожиданное поражение в Монреальском округе. Это второе поражение либералов в их традиционных округах за последние месяцы. Партия рассматривает это как возможность для анализа и подготовки к будущим избирательным кампаниям. На международной арене стоит отметить предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона в Канаду. Ожидается, что лидеры обсудят геополитическую ситуацию, поддержку Украины, развитие искусственного интеллекта и продвижение французского языка. Также стоит отметить новости, касающиеся безопасности граждан за рубежом. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли выразила серьезную беспокойность ситуацией в Ливане. По оценкам правительства, около 45 тысяч канадцев находятся в этой стране, несмотря на неоднократные призывы покинуть регион из-за нестабильной обстановки. Министерство настоятельно рекомендует гражданам покинуть Ливан, пока существует возможность безопасного выезда. А теперь перейдем к новостям, которые особенно интересны для потенциальных иммигрантов. Провинция Манитоба объявила о возможности продления разрешений на работу для кандидатов в программы провинциальных номинантов. Это поможет квалифицированным специалистам избежать перерыва в работе, пока их заявки рассматриваются. В то же время Нюбрансик временно приостановил прием заявок на участие в Атлантической иммиграционной программе из-за заполнения квоты на 2024 год. Это уже третья программа в провинции, поставленная на паузу. Хорошие новости пришли из Британской Колумбии. 17 сентября провинция провела новый отбор, пригласив 163 кандидата. Минимальный проходной балл составил 128 для квалифицированных работников и выпускников, зарегистрированных в системе экспресс-энтри. Для работников низкой и средней квалификации проходной балл был 110. Онтарио также провел отбор 17 сентября, пригласив 1443 кандидата. 1249 приглашений получили выпускники-магистры с баллом от 53, а 194 приглашения — выпускники доктора наук с баллом от 45. У нас на сайте вы можете совершенно бесплатно просчитать свои баллы по пяти провинциальным потокам провинции Онтарио. Ссылка на калькулятор будет в нашем телеграм-канале, обязательно на него подпишитесь. Соскачеван 12 сентября разослал 89 приглашений кандидатов с профилем в системе экспресс-энтри и востребованными профессиями. Минимальный балл составил 88. Для тех, кто ищет альтернативные пути въезда в Канаду, стоит обратить внимание на программу International Experience Canada в категории Working Holiday. Эта виза позволяет молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет работать в Канаде без предварительного предложения о работе. Виза выдается на срок до двух лет и обрабатывается всего за пять недель. Если вы планируете миграцию и хотите повысить свои шансы, рекомендуем обратить внимание на изучение французского языка. The Language Gallery Canada предлагает онлайн-курсы французского языка. Знание французского значительно повышает шансы на успешную миграцию и открывает новые карьерные возможности. Для тех, кто планирует путешествие или учебу за границей, также появилось интересное предложение. Языковые школы Каплан и Алпадия представляют обновленную программу летних языковых лагерей на 2025 год для детей и подростков. Программа включает 19 направлений в шести странах, где можно изучать английский, французский, даже немецкий. Это отличная возможность для молодежи погрузиться в языковую среду и познакомиться с культурой других стран. Если заинтересовало, пишите нам, поможем с регистрацией и вообще отправим вас на языковые курсы. В заключение хочу напомнить, что несмотря на некоторые ограничения, Канада остается привлекательным направлением для иммигрантов и международных студентов. Страна предлагает уникальное сочетание экономических возможностей, социальной защищенности и достаточно высокого качества жизни. Однако успешная миграция требует тщательного планирования и понимания постоянно меняющихся правил. Именно поэтому наша команда Emigrant Today всегда готова помочь вам на каждом этапе вашего иммиграционного пути. На этом завершаем наш новостной дайджест. Благодарим за внимание и напоминаем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в Канаде!